Финальная стадия чемпионата России в высшей лиге А началась для команды МГТУ домашними встречами с едва ли не самым неудобным соперником, командой Кама из Перми. Укомплектованный опытными мастерами, клуб из Приволжского округа способен составить конкуренцию любой команде. Тем более, если соперник пермяков несет кадровые потери. И первая встреча команд вполне подтвердила эту мысль. В МГТУ несколько игроков основы, как, например, капитан команды Макар Бестужев, едва успели вернуться в строй и, разумеется, еще не набрали нужную форму. А настроенная на победу Кама попыталась использовать все свои козыри, среди которых особенно выделялась уверенная силовая подача в исполнении сразу нескольких волейболистов. Тем не менее, первая партия осталась за МГТУ, но после локального успеха дружина Юрия Нечушкина как будто уверовала в легкую победу в матче. Однако все оказалось не так просто. Уже в следующей партии гости навязали борьбу и довели ситуацию до равного счета, удерживая паритет. Немного удачи и все тот же игровой опыт все же вывезли студентов на победу в партии, но уже в третьем игровом отрезке все началось сначала. Такая же равная игра, такие же качели по счету и такое же удачное завершение партии для команды МГТУ. Итоговый счет 3-0 в пользу хозяев площадки. Поехали с намерением побеждать, ну либо навязать свою борьбу хотя бы просто, ну команда МГТУ на первом месте в принципе в чемпионате. То есть сложно обыграть ее у себя дома тем более. Ну старались как могли, ошибались конечно много своих ошибок, ну в принципе так вот получилось. Пока много ошибок, нужно исправить чуть-чуть немножко на подаче где-то, чуть-чуть поувереннее подавать. Пытаемся, наверное, где-то поосторожничаем и выходит только хуже. Больше проигрываем, чем выигрываем. Хотя нужно, наверное, немножко посмелее, пободрее и будет больше, я думаю, плюсов, чем минусов. Во второй встрече тура ситуация изменилась. Студенты снова выиграли первую партию, на сей раз со счетом 25-21. Но на этом аналогия с первым матчем закончилась. Регулярные невынужденные ошибки, как будто недостаток свежести в игровых действиях, студентов немедленно отразились на табло. Вторая партия оказалась за пермиками, все с тем же 25-21. Третий игровой отрезок вновь выиграла команда Юрия Нечушкина, а в четвертой партии сильнее были гости. Как итог, контровая партия с равными шансами на общий успех в матче. Кама была достойным соперником действующего чемпиона лиги в этой встрече. Однако победитель должен быть один, и им стал МГТУ. 16-14 в пятой партии, 3-2 в матче. Теперь студентов ждет выездной тур в Екатеринбурге, где соперником МГТУ станет команда «Локомотив» и «Зумрод». Сегодня напряженная была, конечно, игра. Вчера тоже была, но вчера более легко победили. А сегодня прямо напряженная-напряженная игра. Не, ну класс. Жаль, только вот на следующие две игры прийти не смогу, там буду в командировке. А так вот пока на каждой игре, кажется, было здесь уже. Ну и дальше собираюсь ходить. Я надеюсь, что мы все же будем дальше побеждать, и не только дома, но и на выезде. Я знаю, что в Екатеринбург следующие игры, и даже кое-кто поедет отсюда, поддерживает наших ребят. Так что я надеюсь, что мы будем выигрывать не только дома, а на выезде. Ну а дома буду пытаться приходить всегда, ну и поддерживать всегда. Ну в целом упорная борьба, упорная пятая партия на характере вытащили. В общем-то доказали, что мы не зря пока являемся лидерами в этом чемпионате. Ну и в тот же время показалось, что работа еще не початый край. Для того, чтобы уверенно выигрывать, побеждать, надо ни в коей мере не останавливаться на том, что есть. Наоборот, еще дальше больше и упорно работать, подтягивать элементы, которые нам не достают, опять приходить в нормальное физическое состояние после всех этих болячек. Ну, надеюсь, что мы больше не будем нести такие потери, такие вот массовые, как у нас получилось, да, и все-таки команда сможет уже к следующим играм в более хорошей форме подойти. Надеемся, будет и результат. Ну и хотелось, как всегда, в конце поблагодарить наших партнеров, наших спонсоров, госкорпорацию Ростех, все его структурные подразделения, руководство университета, которые продолжают нас поддерживать, несмотря на такое тяжелое время. Надеемся, что и дальше эта поддержка будет продолжаться, и мы с ее помощью будем, в общем-то, побеждать и дальше. Ну и хотелось, конечно, всем пожелать самое главное в это вот такое непростое время – не болеть. Если болеть, то только за команду МГТУ, которая будет биться за всех наших болельщиков на волейбольной площадке. Продолжение следует...